Панасоник на фотокине пыльнул из каждого орудия, представив по камере практически в каждом сегменте. Тут тебе и суперзум, и компактная камера для энтузиастов, и системник, и топовый инструмент видеографа в виде GH5, а точнее ее прототип. Но обо всем по порядку. Первый это FZ 2020-кратный суперзум с дюймовой 20 мегапиксельной симос-матрицей с фокусным расстоянием 24-480 и светосилой 2.8-4.5. Оптика хоть и стала чуть темнее, в сравнении с предшественником у того было 2.8-4, но зато тут появились встроенные прямо в объектив ND-фильтры. Да и эта относительная темнота появляется лишь на добавленных в сравнении с FZ1000 в 80 мм фокусного расстояния, а до 400 мм объективы по светосиле идентичны. Габариты камеры приличные, как и вес в 915 граммов, но это пока вы не задумаетесь над тем, сколько бы веселая беззеркалка с похожим объективом, пусть даже и система 4.3. Корпус практически полностью выполнен из алюминиевого сплава. Лежит камера в руке просто великолепно. При съемке как видео, так и фото очень полезной фишкой станет и поворотный 3-дюймовый сенсорный дисплей, а на ярком солнце поможет OLED-видоискатель на 2.4 миллиона точек. Есть и модуль Wi-Fi, а вот Bluetooth не обнаружился. В камеру встроен механический пятиосевой стабилизатор, говорят эффективностью не уступает системным камерам. Хотелось бы надеяться, там он проявляет себя очень хорошо. А теперь к сладкому, к видео. DCI 4K при 30 кадров в секунду на 100 мегабит, Full HD до 200 мегабит, Rapid Full HD на 120 кадров в секунду, вывод не сжатого 422 сигнала на внешний HDMI-рекордер, вход для микрофона и выход для наушников. Есть все. Несмотря на то, что FZ2000 явно ориентирован на видео, фотографы тоже не уйдут обиженными. Это самый продвинутый суперзум на сегодня, например, скорость серийной съемки с автофокусом 12 кадров в секунду. ND фильтры позволяют снимать с открытой дыркой в солнечный день. Механический затвор отрабатывает выдержку до одной четырехтысячной, а электронный вовсе до одной шестнадцатитысячной. Единственное, что может вас остановить, это батареи, всего на 350 снимков. Очень крутая камера, эдакий GH4 Super Zoom Edition. Да, с более мелкой матрицей, но куда более доступной и универсальной. Если же вам нужна карманная версия GH4, рекомендую обратить внимание на LX10. Почти всю заднюю часть занимает трехдюймовый сенсорный дисплей с разрешением 1 миллион пикселей и с возможностью поворота на 180 градусов вверх для селфи. Матрица такая же, как и в FZ2000. Один дюйм 20 мегапикселей CMOS, диапазон ISO 125-12800. Объектив 24-72 миллиметра. Светосила 1.4 отправляет LX10 на пьедестал почета, как самую светосильную компактную камеру на рынке. У всех ближайших конкурентов на широком углу 1.8. А вот в телеположении похвастать особо нечем. 2.8 как у всех. А вот регулировка этой самой светосилы выглядит странным образом. Ее предполагается настраивать кольцом возле корпуса, но оно слишком мелкое и на нем явно не видно, какая конкретно сейчас стоит светосила. Пометки есть только на 1.4, 2, 2.8. Есть еще пару странных решений, связанных с колесиком под большим пальцем, но об этом, пожалуй, в полноценном обзоре скажем. Возможности серийной съемки неплохие, 7 кадров в секунду. Видео возможности тут, конечно, попроще. Например, нельзя выводить 4.2 видео в 10 бит на внешний рекордер, нет цветовых профилей сайн-лайк, ну и просто 4К при 30 кадров в секунду в таком малютке уже достойный результат. Рапид на 120 кадров в секунду в Full HD тоже имеется, как и 5-осевой механический стабилизатор. Батарейка на 280 снимков вполне нормальна для таких габаритов. В итоге камера с очень интересными характеристиками, но, как мне показалось, с не самым удобным управлением. G80. Новая, почти топовая беззеркалка от Panasonic с минимальными внешними отличиями G7. И фактически перед нами рестайлинг, который призван решить лишь одну проблему – вибрацию от механизма затвора, которая влияла на четкость картинки. Но, видать, Panasonic не удержались и решили добавить сюда еще и парочку новых фишек. Например, корпус теперь из магниевого сплава, а не из пластика, и получил влагозащиту. В остальном все практически то же самое. Сзади трехдюймовый поворотный дисплей на 1 миллион пикселей. Сверху OLED-видоискатель с 2,3 миллионами, с увеличением 0,74 против 0,7 раньше. Выступ под хват хоть и чуть уменьшился, но лежит G80 в руке удобно. Появилась отдельная дверца под SD-карту, а вот выход на наушники не добавили. Как и раньше, тут только микрофонный вход. Матрица вроде как очень-очень хороша всем известная. Симоз на 16 мегапикселей, но без АА-фильтра, что должно положительно сказаться на детализации. Диапазон ISO 200-25600. Обновили и пятиосевой стабилизатор. Теперь он второй версии и обещает еще больше эффективность. Правда, теперь он совместим не со всем модельным рядом оптики. Некоторые уже выпущенные объективы получат поддержку при помощи программного обновления. Но не все. Китовый 1260, понятное дело, поддержку имеет сразу. В плане видео все стандартно по меркам Panasonic. 4К 30 фпс, Full HD 60 кадров в секунду, а вот битрейта 200 мегабит и rapido на 120 кадров в секунду тут от чего-то нет. Ну, видать, чтоб таки был смысл убрать GH4. Отличное обновление, которое не только решило ряд проблем, но и добавило улучшений по всем фронтам. В итоге перед нами одна из лучших камер на выставке. Все камеры Panasonic оснащены контрастным автофокусом, причем FZ2000 и G80 не простым, а DFD, что означает Depth from Defocus. Не вдаваясь в подробности скажу, что несмотря на всего 49 точек, автофокус работает просто эталонно, очень и очень быстро и точно. Одна из самых крутых фишек всех Panasonic, о которой я уже говорила, это фокус стекинг. Камера делает серию снимков с разными точками фокуса, после чего вы можете выбрать любую на тачскрине, ничего нового. Но подождите, тут можно выбрать не только группу точек, тем самым оставив в фокусе, например, людей в первом и втором ряду на групповом фото, а и весь кадр сделать в фокусе, например, для макро, это может быть очень полезно. В общем, реально отлично работающая и очень полезная штука. Работает, конечно, не мгновенно и на итоговое сшивание снимков уходит секунд 15. Но раньше на такое надо было тратить минимум час в фотошопе, так что можно и подождать. Ну а теперь к сладкому, к GH5. Его даже в руки не давали, а спрятали в стеклянный куб, но кое-что рассказали о его характеристиках. И тут у меня человек, который говорит, что как будто бы он что-то знает про новую GH5. Может он что-нибудь может мне рассказать нашим зрителям? Вот какой-то фактор. Что, давайте пока. Продолжение следует... Основное это конечно же долгожданное появление 4К при 60 кадрах в секунду и 422 10 бит 4К видео без внешнего рекордера. Кроме супер плавного 4К анонсировали и поддержку 6К видео, ну точнее не видео, а серии фото полученные из секунды видео. Текущая линейка поддерживает 4К фото, который позволяет из видео получить снимок на 8,8 мегапикселей, в пятерке же из короткого 6К ролика можно будет выбрать любой кадр с разрешением уже 18 мегапикселей, остальные характеристики на сейчас тайна покрытая мраком, ждем дальнейшего развития событий. Панасоник явно не собирается почивать на лаврах как лучшая беззеркалка для 4К видео, им уже явно скучно в рамках этого формата. И видимо поэтому они смело заявляют, что до олимпиады 2020 года в Токио они выпустят аппарат с поддержкой 8К видео. Что ж, надеюсь и мы к тому времени перейдем на видео в таком разрешении, а чтобы не пропустить, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Подписывайтесь на канал!